мои дорогие всем привет меня зовут катерина данка и вы на моем канале где мы с вами говорим очень-очень много про косметику я сделаю различные обзоры тесты макияжа и вот сегодня например мы с вами обсудим последние бьюти новинки на моем канале этот формат называется макияжные новости и все потому что я параллельно с тем как буду рассказывать вам про бьюти новинки буду делать макияж своими новинками которые у меня под накопились какие-то я уже показывала в своем телеграм-канале что-то было предыдущем видео мельком тоже я могла показать в первых впечатлениях но нужно продолжать тестировать чтобы сделать полноценный обзор и почему бы это не совместить приятное с полезным я знаю что сейчас очень много пришло новеньких с периода распаковки адвент календарей и вы скорее всего не сталкивались еще с этим форматом я очень надеюсь что вам понравится хотя возможно вы уже пересмотрели какие-то мои старые ролики отпишитесь если это так мне будет очень приятно ну и конечно ребята не забывайте заглядывать в описании под видео там есть ссылки на другие социальные сети на мой телеграм-канал новый телеграм телеграм-канал хочу заметить что мой старый телеграм-канал не активен меня там больше не будет пожалуйста отписывайтесь от него вот таким образом он выглядит но уже есть новенький так что ссылка на него тоже как я и сказал бы сами под видео я бы там очень-очень рада потому что там я намного быстрее рассказываю о всех новинках и принципе мы там просто с вами общаемся переписываемся там очень приятная атмосфера буду вас там ждать ну и давайте я поудобнее сяду чтобы уже начать краситься есть час совершенно без макияжа можете заметить и давненько я вот в таком формате не начинала да поэтому было как-то так немножечко не то чтобы мне некомфортно я в принципе довольно тем как сейчас выглядит мое лицо не без каких-то нюансов но как бы бывало и хуже но все равно есть какой-то такой легкий дискомфортно все хорошо я пожалуй смещусь чтобы можно было вам хорошо и крупно показывать те новинки которые мы с вами будем обсуждать и начнем с макияжа бровей и я конечно молодец ни один продукт я не подготовила зато я подготовила для вас новинки буквально вчера весь день этим занималась писала кстати об этом своем телеграм-канале и гель для бровей буду использовать от beauty bomb и пожалуй чтобы немного сэкономить время я просто укажу продукты которые я буду на себя сегодня наносить в описании под видео потому что нам нужно очень много с вами обсудить и вероятно в одно видео мы с вами не уложимся первая новинка у нас с вами от бренда реглон у них вышел новый консилер в 16 оттенках и стоит такой консилер порядка 12 13 долларов обещают нам полное покрытие но при этом это полное покрытие не должно будет нас подсушивать должно быть невесомым составе есть и гиалуроновая кислота витамин е и все это будет способствовать тому чтобы наша кожа себя комфортно чувствовала несмотря на полное покрытие оставлю пока брови отдохнуть пусть застывает а у нас с вами следующая новинка от бренда l'oreal у них при некий true match выходит новый консилер он так и называется true match radiant serum но упор опять же идет у нас на уход потому что составе есть гиалуроновая кислота полтора процентной плюс кофеин и нам говорят что да он будет также ухаживать за кожи он будет хорошо корректировать зону под глазами он будет ее подсвечивать он также не будет скатываться под глаза он будет стойкий 24 4 оттенка будет в линейке предполагаю что стоит он будет где-то в районе 15 а то может быть даже и 20 евро ну скорее всего плюс минус где-то так потому что у реали это вот сейчас примерно такая средняя стоимость всех продуктов и да мне эта новинка прям интересно как только на у нас появятся продажи я обязательно ее приобрету и посмотрите на это покрытие как это красиво выглядит это вообще возможно я вообще не ожидала что вот так это может выглядеть я буду очень крутить когда этот тон закончится он сто процентов будет фаворитах ну посмотрите ну как ну тут все ровно просто я не знаю к чему придраться я прям очень сильно довольна и да хотел еще обратить ваше внимание на аппликатор консилера потому что нам говорят что наконечник будет металлический и он просто таковым не выглядит плюс у него такая скошенная поверхность да это будет удобно наносить зону под глазами и вероятно опять же будет эффект такого холодка вы будете это чувствовать упор в описании идет на уход на то что он будет еще как бы скрывать все руки под глазами мешки в общем он все будет скрывать он будет отлично держаться еще будет ухаживать мне просто интересно какой он будет тактильно то есть металлический сверху возможно как раз какая-то ткань что-то не знаю я бы хотел его именно почувствовать потрогать я тут увлеклась и уже начала наносить консилер а у нас с вами еще одна есть новинка и тоже консилер от бренда лора мерсье в них выйдет консилер 22 оттенков стоит он будет 33 доллара и до обещает плюс минус то же самое на самом деле 16 часов стойкости то что он будет ухаживать за зоной вокруг глаз то что он будет со средней плотности покрытия можно будет устраивать но при этом он не будет никак ощущаться будет невесомый будет легкий эффект блюра будет легкое подсвечивание нотно если смотреть на сводча они прям выглядят матовыми потому что если мы смотрели на сводча от бренда лореаль консилер то там прям был виден знаете такой приятный живой блик то есть его было прям можно рассмотреть и это говорит нам о том что что он будет больше ближе к натуральному покрытию а вот лора мерсье скорее всего будет еще и немного фиксироваться но это вот чисто потому как выглядит сводчи а вот что еще будет более сияющий так это еще один новый консилер от рианы который уже продается на сайте сифора я буквально вчера на него смотрела выбирала оттенок и там большой выбор оттенков а конкретно сейчас скажу сколько может быть и не скажу потому что их просто очень много мне кажется порядка 30 точно так вот большая часть уже раскуплена если вдруг вы хотели бы себе приобрести то я прям советую вам поторопиться я пока не смогла определиться своим оттенком надо будет посмотреть каких-нибудь американских блогеров кому присылают большие рассылки с большим количеством оттенков они все показывают на себе я всегда выбираю максимально знаете с таким естественным освещением блогера и таким образом могу только себе вот онлайн как-то подобрать оттенок только так иначе просто вот под тем спотчем что есть у бренда ну можно но так я редко попадаю честно говоря и вот здесь глядя на свотча видно что они вот прям так бликует то есть он будет скорее всего подсвечивающий тоже говорят что увлажняющий легкая текстура среднее покрытие не уверена что его можно будет настраивать потому что ну если он будет такой вот увлажняющий сияющий а ля подсвечивающий то перебарщивать с такими продуктами нельзя поскольку они могут скатываться под глазами даже если у вас нет там активных морщинок они это сделают просто потому что текстур подвижны подвижны и знаете вот это комбо мне по крайней мере дает такой прям чистый холст но натуральный не утяжеляя кожу я выравниваю общий тон она выглядит естественной и вот прям хочется дальше делать макияж потому что кожа просто выглядит красиво я не знаю видите вы это или нет напишите в комментариях если вы можете дать какой-то отзыв по этим продуктам делитесь пожалуйста следующая новинка у нас от бренда лоботан или лоботан бьюти как правильно произносится я не сильно просто интересуюсь этим брендом и просто увидел что у них уходит тон что меня привлекло это во-первых промо фото а во-вторых упаковка она прям не бросается в глаза 30 оттенков линейки обещают что он будет держаться 24 часа на коже тоже будет ее увлажнять ухаживать плюс это будет такой вот именно эффект как после аэро аэроографа тонкая пигментированное покрытие очень комфортная невесомая формула не подсушивающее ваше лицо в общем должно быть очень с этим продуктом комфорта плюс веганская формула ну и финиш как я понимаю здесь будет такой вот сияющий хотя вот посвучим я бы ну хоть посвучим особо тут как бы вот прям непонятно также так сделано фото что вот они просто знаете выглядят плоскими интересно что эти свочи сделаны на ногах и мне очень нравится фото моделей это просто какая-то невероятная красота просто ты смотришь на эту картинку и только из-за этой картинки хочется попробовать этот тон хотя вообще не видно как он выглядит на самом деле на коже видно что там у модели и коррекция и все что надо нанесено и ну тон там читается да не читается он совершенно это прям чисто такие модельные фото и скорее всего там есть подошел стоимость пока что неизвестно но наверное где-то в районе 90 долларов точно будет стоить это все-таки люксовый бренд а может быть даже и выше а вот следующую новинку мы с вами уже обсуждали моем телеграм-канале как только я увидела я и сразу запостила и там еще так совпало то что на днях я была в тугласе и свочила новый консилер от калий который вышел где-то вот меньше года назад а тут у него выходит новый тон и я думаю о как удачно если говорить про консилер то у него такая знаете кремовая текстура достаточно пигментированная мне кажется от средней к плотной пигментации идет и он хорошо тянется то есть у вас есть время его потушевать но потом он фиксируется и у меня очень долго держался сводч на руке то есть это прям такая была очень стойкая вещь мне понравилось чем-то мне даже напомнила супер стей актива от мэйм или мой любимый консилер он такой знаете тоже такое вуальное пигментированное покрытие имеет не утяжеляет зону под глазами но я переживаю переживаю как бы не подсушивала консилер тоже зону под глазами за счет такой вот стойкости и фиксации но не знаю нужно будет пробовать как только куплю и вот выходит новый тон который будет в 40 оттенках 40 блин оттенках с одной стороны конечно это очень хорошо можно максимально подходящее для себя подобрать но как как сделать 40 оттенков чем больше выбор тем тяжелее это сделать я знаю по себе большой выбор 12 часов стойкости нам обещают и говорят что будет среднее покрытие но опять же достраиваемое и здесь что интересно обещают нам блюрищий эффект и матовое покрытие которое будет очень стойко я переживаю как бы это не смотрелось маской но с другой стороны опять же для определенных случаев это необходимо я бы попробовала но посмотрим когда выйдет сколько он будет стоить 17 января должен быть появиться в продаже у нас сегодня 16 января когда я снимаю так что возможно когда видео выйдет невозможно точно он уже должен будет появляться в продажах в разных ритейлах и на разных маркетплейсах следующие новинки у нас от бренда shiglam и я уже обратила свое внимание на эту коллекцию вчера была на сайте шейна и накидала себе в корзину некоторых продуктов из этой коллекции который называется хрома зон знаете мне прям интересно как они сделали текстуру этих всех хромированных штук однушек которые просто какими-то невероятными цветами триохромет это все очень красиво выглядит карандаши наклеечки я по моему прям целый сет себе добавила в корзину я еще ни разу ничего от этого бренда не пробовала но у них есть очень много продуктов которые попадают прям в топов тренды различных соц сетей где их там тестируют они как-то невероятно сияют а если еще эффект какой-нибудь кинуть так вообще это залетает в топ мне прям стало интересно так что скорее всего я соберу все самые такие интересные новинки от этого бренда принципе интересные продукты закажу это разом и мы с вами посмотрим на это на моем канале точнее я уже вчера начала собирать корзину ближайшее время закажу да пожалуй даже сегодня и закажу следующая новинка у нас от бренда мэлт и мне кажется она вышла давненько но мне прям так понравилось вообще настроение всей этой коллекции как это выглядит мне нравится этот бокс мне нравится эта палетка теней такое немножечко гранжевая приглушенная темная и вот глядя на такую цветовую гамму я сразу вижу марину лакшес я больше чем уверена это вот прям палетка к ней хотя я знаю что мэлт очень непростые тени и в каком-то смысле там даже устаревшая формула она непростая в работе я еще не пробовала и но это не совсем моя история здесь такие прям горчичные земли не земляные оттенки мне нравится на это смотреть но как бы себе бы я этого не очень сильно бы хотела наверное да а и да кстати это же коллаборация оказывается с были с ариан серия я честно говоря не знаю этого человека кто это вообще эти комментарии мне будет интересно узнать в общем да это такая коллаборация сделала легкую кремовую коррекцию покажет наверно этом остановлюсь не буду ничего закреплять потому что сейчас буду делать макияж глаз с вами а потом уже я доделаю лицо и губы пожалуй возьму шарлотку шарлотту пирога захотелось что да это ее новая палетка я об этом писал своем телеграм канале на плана очень классные скидки если вы успели приобрести то я за вас очень сильно рада очень красивая палетка посмотреть как это выглядит в общем да я не не удержалась здесь небольшое количество оттенков мерцающий сияющий базовый матовый плюс такого персиково-розовый в общем ей точно мы сегодня воспользуемся но для для начала наверное выстрою форму карандашом от шик это такое карандаш а-ля тени с большим таким грифелем чтобы можно было побольше продукта наносить и думаю это будет логично за кадром я уже сделала макияж нового глаза и помощь с вами повторим немного приблизилась думаю так будет лучше видно и слегка притемнила картинку ну и давайте вернемся к нашим новинкам следующая новинка у нас уже весенняя от люксового бренда валентина я не знаю назвать можно ли это коллекции ну написано что эта коллекция наверное эта коллекция просто там всего два продукта но помады в трех оттенках выглядит конечно красиво действительно по весеннему персиковый такой оттенок и мне этот оттенок на самом деле напомнил оттенок точнее цвет который выбрал pantone для этого года цветом этого года признана вот такой вот персиковый не помню как он там называется точно я прикреплю и мне кажется это вот что-то таким каким-то навеянным следующая коллекция кстати тоже весенняя и уже от бренда живанши то есть прям бренды как бы так заранее делают анонсы эта коллекция немного побольше два мраморных бальзама для губ пудра призма я так понимаю да призма и палетка теней ну вот бальзам вот такой я попробовала я уже давненько на эту мраморную текстуру засматриваюсь она не то чтобы мраморная просто она выглядит как такая конфетка я уже много об этом говорила но что-то как-то пока что я не решилась купить не знаю почему и это очень миленько смотрится розовые оттенки и кстати тоже есть намек на перстиковые возможно все таки бренда где-то там как-то прислушиваются к понтону и да это не совсем пудра это больше хайлайтер так пишет бренд хотя по мне так это выглядит как пудра ну не знаю я не пробовала в оттенке рози пинг дальше поговорим с вами про бренд физишн с формула и у них вообще-то очень много новинок вышло я даже собрала себе целую корзину из шести семи продуктов там был классный хайлайтер бронзер румяна мне кажется были то он точно был консилер я помню как я его выбирала помада была такая софт с покрытием софт вельветовая что-то такое вроде и знаете что я значит подтверждаю эту корзину хочу оплатить мне говорят что их нет в наличии и просто эти продукты до сих пор не в наличии они либо полностью раскуплены либо как бы ожидается поступление и вот выходит новая коллекция у физишн с формула большая меня конечно же интересует кремовый бронзер скульптор наверное все таки это будет больше бронзер хотя здесь написано скульптор написано что контур но мне больше то напоминает все же бронзер и да это самая пресловутая жулька пипка пуховка называйте как хотите тот самый формат физишн с формула тоже до них добрались плюс тон еще бронзер в шайбе корректоры различные и есть мульти продукт продукт как я поняла это как аля глосс румяна продукты все будут стоить в среднем где-то так 12 13 долларов ну в диапазоне от 9 до 17 я бы так сказала и также у них выходит тон тон называется mineral wear diamond перфектор bb крем стоит он будет около 17 долларов говорят что будет средняя плотность покрытия он будет подсвечивающий но в принципе из названия мне кажется это тоже уже понятно 6 оттенков линейки должен быть выравнивать тон быть невесомым невесомым подходить на каждый день ну и да будет эффект подсвечивания вообще продукта по мне так интересно есть на что посмотреть но вот было бы еще это возможно купить было бы вообще потрясающе форму сделала можно закреплять как раз воспользуюсь этой самой палеткой здесь есть очень классный тауповый оттенок он знаете в меру темно в меры светлый и можно как и чуть-чуть притемнеть так и просто складку оформить и собственно именно это я сейчас и сделаю а вот глядя на новинки следующего бренда у меня всегда складывается одно и то же ощущение что я уже это видела одни и те же цвета только в другой упаковке я это вижу всегда так на деле да там принципиально новые оттенки как и помады такой румян так и палеток теней но почему-то у меня вообще нет ощущения что это что-то вот прям новое принципиально возможно потому что бренд придерживается одной и той же концепции у них всегда теплые оттенки плюс-минус и вот они от этого не отходят и это бренд нарц у них выходит новая коллекция которая называется как она там называется the sweet sensation интересно но не настолько чтобы прям пойти покупать и мне кажется тоже я уже в сифоре видела либо это была предыдущая коллекция вот правда ощущение будто бы это уже было составе в этой коллекции у нас будет сияющая помада новый оттенок за 32 доллара новые жидкие румяна новый оттенок 32 доллара и новая палетка 60 баксов 60 ну да да не не бюджетно я вот смотрю на эти оттенки и мне настолько кажется заурядной эта палетка настолько избитые эти оттенки и казалось бы здесь тоже здесь тоже не то чтобы какие-то у нас очень сложные многоградные оттенки с разными подтонами нет но как-то сюда я смотрю хочет скрыться и смотрю на это это вот прям что-то розовое золото и все его возможные вариации во всех палетках плюс-минус теплее розовее чуть больше золота чуть меньше золота вот так я вижу все палетки нарс ну большую часть а вот следующей новинке я была бы рада наверное так еще год назад сейчас я гораздо спокойнее к этому отнеслась и это новая мини коллекция от наташи диноны сделана по мотивам коллекции my dream collection моя коллекция мечты она была создана по представлению наташи идеального нюда для нее как я поняла в первую очередь и там те оттенки которые она считает для себя подходящими идеальными ну и как бы универсальными для большинства я в этом плане с ней была прям абсолютно согласно солидарно мне тоже подошла по всем моим по запросам это был тоже мой идеальный нюд плюс там были яркие оттенки в общем обзор на эту палетку был также я купила из той коллекции палеточку для лица она у меня есть здесь у нас есть по центру кремовый хайлайтер обычный хайлайтер обычная формула наташи диноны и своеобразные румяна cream to powder текстура такая знаете вот как бы да тоже она немножечко странная здесь же у нас выходит мини палетка той самой my dream палет она стоит 27 долларов в евро наверное будет где-то 25 и также выходит румяна сияющий румяна хотя я бы называла это румян хайлайтер потому что сбоку ну видно что достаточно такой прям сияющий продукт будет но опять же насколько это сильное сияние будет мы не знаем и этот продукт нас будет стоить 20 долларов опять же в евро наверно 21 евро я не знаю честно говоря соотношение курса какой сейчас но скорее всего плюс-минус также а ну да все правильно это румяна с хайлайтером я была права потому что я увидела название что это просто как бы сияющий румяна но там снизу есть пояснение что это как бы да румяна плюс хайлайтер а вот следующая новинка уже у нас к дню святого валентина и это тоже наташа динона ежегодно многие бренды выпускают какие-то там лимитированные такие продукты и вот здесь как раз выходит палетка для лица в подобном формате только красная красная интересный красный оттенок хайлайтер ну вот это вот наверное кремовая то что по центру наверное то все таки но это не хайлайтер точно должен быть но не может хайлайтер хайлайтер боковой тот самый светлый тот же самый как будто бы даже оттенок это цветная сияющая кремовая база не знаю наверное опять же в область румяна это нужно наносить немного залезая в зону хайлайтера просто оттенок мне немножечко смущает он выглядит таким темным но помада понятная такая красненькая вишневая с карандашом как бы тоже все понятное очень красиво выглядит будет судя по всему глянцевый финиш но вот центральный оттенок меня прям немного смущает и в принципе вот эта вот текстура крем-пауда как бы в тенях я с ней лажу хотя знаю что многие не любят а вот в этой формуле как видите здесь дырки все еще не появилась а коллекция вышла давно но вот что-то как-то сложновато ее наносить каждый раз думаешь блин такую кисть взять а здесь еще такой ядреный красный оттенок что прям ну не знаю и вот эта вот база тинтующая короче странно и глядя на макияж который был сделан моделям однозначно можно сказать что он был сделан прямо по законам трендовых макияжей а-ля green girl makeup плюс клубничный макияж вот это вот все слепили и получается у нас палетка которая поможет вам создать тот самый трендовый макияж вы будете сиять блистать но скорее всего все это будет жирненько липко и не стойко по крайней мере так то выглядит отстанем пока что от наташи и поговорим про новинки от кико милана а у них выходит новая коллекция и вот знаете покупать кико милана какие-то их продукты из вот таких вот коллекций наверное стоят тогда когда вам время вам реально нравится это оформление вывод прям вообще влюбились в это оформление но какое-то для вас невероятно и красиво и вам просто хочется иметь продукт от кико милана именно в этом оформлении потому что на деле у них там тоже плюс минус одни и те же формулы просто меняются оттенки ну как и например знаете make up revolution который выпускает миллион просто коллекций во всех их брендах катрис эссенс они как-то последнее время перестали пытаться сделать вот прям принципиально новые продукты хотя возможно просто же все придуманы и это я придираю сейчас вот ну просто такие у меня ощущения ассоциации ощущения наверно больше вызывают новые коллекции кико милана и там отдельные продукты есть прям очень прикольные классные есть вопросов нет например меня из этой коллекции привлекают румяна и все наверное да и возможно пудра по крайней мере это выглядит как запеченная пудра ну может быть подводку можно было попробовать но там фетровый кончик и опять же скорее всего я этим пользоваться не буду в общем да отдельные продукты цепляют но вот палетки для глаз они такие некрасивые в этой коллекции я не знаю на это смотрю и мне прям прям плохо и я бы не хотела себе эту коллекцию а вот коллекцию какую я себе бы хотела и надо зайти на сайт color pop уже и посмотреть что стоит вообще в целом вся эта коллекция это коллаборация color pop и сумерки я уже тоже писала об этом своем телеграм-канале да мне кажется все кто немножечко там рассказывает про косметику писали про эту коллекцию коллаборацию потому что ну а как не написать а как не написать то про сумерки уже мне кажется немного забытый такой фильм он уже давно прогремела слава давно прошла их и да я была из тех кто просто чуть ли не наизусть знал все сцены в первой части вторую нет а вот первую часть да я конечно затерла буквально до дыр диск можно так сказать и да я смотрела на диске и знаете одно дело было смотреть сумерки тогда 10 лет назад когда они там вышли и сейчас абсолютно другие чувства эмоции ты на это смотришь уже так знаете больше как на такой мультик ну то есть я по крайней мере так на это смотрю еще такие спецэффекты там где они так медленно падают с этого балкона в балетной школе ну в общем да сделала за кадром стрелку хватит уже про сумерки следующая новинка у нас от бренда подмоград у нее входит новая коллекция кстати тоже посвященная дню святого валентина мне кажется тоже подмоград регулярно выпускает эти коллекции в эту коллекцию вошла под палетка четверка очень сияющая очень красиво конечно выглядит три оттенка матовых помад и что интересно матовые помады имеют на себе гравировку глянцевую то есть красивая такая красивый такой узор я на это смотрю и прям вот хочется просто даже иметь эту помаду потому что она вот такая как-то красиво оформлено необычно на мой взгляд сделан этот принт на помаде три оттенка и один нюдовый оттенок вот его бы я точно попробовала называется он нюд нот кутюр остальные но они потемнее как будто бы уже не то чтобы очень мне интересно и да ко дню святого валентина у катрис вышла новая коллекция у меня сейчас в подготовленном здесь этого нет к сожалению но я эту коллекцию видела я ее вставлю обязательно там я видела румяна с сердечком хайлайтер сердечком потому что буквально сегодня утром вышло и что-то как-то я уже не добавила в список но я знала что я об этом скажу в общем наверно эту коллекцию надо посмотреть давненько вообще у нас не было новинка от катрис хотя новый продукт у меня лежат надо бы на них уже сделать обзор пока не вышло обновление весеннее уже офигеть что у меня с ресницами получилось этот уж отшип и да ресницы выглядят немного такими хаотичными аля паучьи лапки но действительно объемными прям симпатично смотрится нужно будет сейчас подождать пока подсохнет немножечко подобирующую осыпалась дальше у меня по списку идут новинки от бренда тарт и у них вообще тоже очень много новинок как и у физичность формула вышло у них очень много уже есть на сайте например стифора и я видела их новинки даже рассматривала кое-что к покупке но вот опять же что-то что-то меня останавливает например я видела их мини палетку который которая очень сильно похожа на наташу динону именно по своему оформлению и у меня это прям такие мои самые первые ассоциации как например когда катрис выпускают их пятерки они они даже часто берут оттенки похожие чтобы это перекликалась у тарт по моему по оттенкам там ничего не перекликается но вот именно сам формат сразу отсылает к наташи а тут у них выходит большая палетка ну это такая мульти палетка для лица и для глаз их две так понимаю в двух оттенках одна поле красная она так называется red а другая peach то есть она более теплая персиковая по цветам вот если смотреть именно на сами оттенки теней как будто бы ну они очень похожи ну вот я смотрю я бы я бы сравниваю понимаешь что там разница она вообще там есть то есть да там отличается продукт для лица это видно сразу а вот для глаз как будто бы это одни и те же тени но серьезно нужно будет повнимательнее еще посмотреть немного я такой ну как я такой не очень сильно на самом деле люблю потому что когда ты например пользуешься тенями от них сухой продукт может падать на продукт для лица кремовый это все никак не защищено постоянно пленку ты не будешь приклеивать это становится очень быстро грязным вот этот формат я не очень люблю и палетка достаточно объемный выглядит а еще у тарт вышли пламперы как я поняла что это такой бальзам а-ля плампер и там мне понравился один оттенок он вообще неоднозначный я вот на него смотрю понимаю что это может быть очень плохо если они все-таки не додумали формулу и это не будет лежать как такой прям блеск а будет там как-то западать в трещинке губа это будет прям плохо но если все-таки они сделали адекватную формулу то это будет прям очень прикольно с некоторыми карандашами для губ смотреться такое в таком каком-нибудь холодном макияже да и не только вот такой какой-то синеватый фиолетовый и очевидно что там именно подложка такая цветная как будто бы то есть и прозрачная и в то же время читается цвет я такое сейчас люблю то есть у меня такие пламперы есть я ими пользуюсь и вот это вот я увидел этот оттенок называется индиго я думаю вот тебя бы я взяла точно но его пока что в продаже нет и в принципе этой серии блесков пламперов тоже нет оттенков много но остальные они как будто бы просто обычные мне все мало и мало румяна может лучше наверное сухих еще добавить это у меня если что эллиан решила в оттенок от сюда хорошо подойдет на что-то как-то я не могу их наслоить и до нужного мне эффекта следующие новинки у нас уже будут связаны с китайским новым годом он нас будет 10 февраля да кстати получается он даже перед днем святого валентина собственно да к этому дню бренда тоже активно выпускают с различной коллекции так что у них тут есть где разгуляться сразу два праздника и вот бенефит вышли кстати интересные новинки и они уже продаются на дугласе я точно видела а-ля хайлайтер румяна судя по всему сияющий называется дендолайн голд бэби пинк со золотым шиммером так что это будет скорее всего что-то между ну и да тинт точно я пока еще не видела либо может быть уже к этому моменту появился плюс они свой праймер тоже добавили этот самый порфешнл в эту коллекцию что на самом деле мне кажется было не очень сильно нужно мне кажется что другое можно было бы добавить потому что этот праймер я его пробовала вот вообще мне не зашел а также к этому дню к китайскому новому году у нас эссенс выпустили новую коллекцию я ее видела в магазине dm и я не стала я на нее посмотрела эти мини рефильчики это мини палеточка эти мини шиммеры что-то вот как вот как-то вот вообще не зацепило то есть если бы меня зацепило бы оформление как например эмилия в париже с сериалом у них была как бы коллаборация еще как бы окей а вот тут я посмотрела и поняла что ну не моё там какой-то странный чехолечко они для помады выпустили он тоже сделан прям максимально не очень в общем я решила пройти мимо этой коллекции еще у подпаграт выходит к этому же дню палетка четверка кстати вот она прям симпатичная выглядит даже такая я бы сказала ну не нюд но что-то ок там такая пыльная розочка но тепленькая и три очень сияющих красивых оттенка металлика аля шиммера у мак я уже тоже видела эту коллекцию на сайте дугласа в продаже румяна хайлайтер тушь та самая стак по-моему так она называется палетка красная помады все это приурочено к китайскому новому году выглядит красиво но опять же это просто те же самые продукты которые именно мак переупаковывают для определенных праздников скажем так лора мерсье тоже вышла маленькая коллекция приуроченная к китайскому новому году у нее вошла та самая их пудра знаете я бы наверное вот пудрубу взяла потому что у нее интересное опять же лимитированное оформление и она мне очень нравится а вот остальные продукты такие как румяна и кремовые тени в стике в двух оттенках ну как будто бы не очень сильно мне интересны у бренда шентекайль правильно я произношу нет напишите мне в комментариях вышла помада только помада удивительно что только помада к этому дню и у бренда клиник вышло тоже несколько лимитированных продуктов а именно это хайлайтер и судя по всему это серум увлажняющий гель и увлажняющий лосьон стоят они по 45 долларов а хайлайтер а-ля румяна то есть это хайлайтер и румяна стоят 29 долларов но я когда просто увидела эти хайлайтер румяна подумала что это хайлайтер я не верю не вижу здесь просто вообще румяна и что этот продукт может работать как румяна что-то как-то это странно выглядит либо я просто не вижу еще одно фото у меня его нету следующую новинку мне кажется мы обсуждали в моем еще старом телеграм канале но я решила сюда тоже добавить потому что это очень известный вообще культовый продукт бренда dior это и хлеб максимайзер у них вышли вышло несколько новых оттенков и я хотела себе его приобрести впервые увидев этот голубой оттенок или золотой между этими двумя и выбирала но они были все уже распроданы будет ли еще не знаю пока больше не проверяла но на тот момент уже было все распродано вообще сейчас очень много вышло различных пламперов масло для губ и вот например бренд соли джанейро тоже выпустила или выпустили несколько оттенков масел для губ там конечно все красиво выглядит 22 доллара будет стоить немножечко с такими блестками но как будто бы ничего особенного у essence они переупаковали свой известный джуси бомбу просто в новую упаковку и как будто бы это да немножко поновее выглядит я еще не видела эти упаковки в дм хотя уже давненько мне кажется мне кажется этот анонс был эта новость но пока еще у нас по крайней мере не появилась у бренда мак кстати вышла вышел новый оттенок туши макс так то самое у меня где-то есть лежит очень такая объемная тушь и у них вышел белый оттенок ну наверное это может работать как праймер а может быть и будет носиться хорошо как просто тушь белая для оперативных съемок думаю это будет для многих находка главное чтобы оттенок не бледнел и еще кстати вот новинка которые я сначала даже не поняла что это новинка потому что я увидела ту шелеш и доль от ланком и думаю а что а где а где новость а потом смотрю рядом такая вот маленькая штучка в таком же оформлении но это тени кремовые тени от ланком собственно в таком же оформлении 7 оттенков стоимость пока что неизвестно продажу должны будут поступить и где-то в январе феврале точно и даты нет ну оттенки самые такие понятные базовые ничего такого вау тут наверное нужно будет просто смотреть на форму то есть если формула будет классная то возможно это будет ну опять же классный вариант на каждый день но я как бы я не жду ничего такого сверху просто увидела и такая думаю прикольное оформление а вот у пэт маград мне кажется это давненько уже было выходили такие вот однушки триохромов кремовых теней крайне мере да нет вру это не триохром у них упаковка просто напоминает что такое триохром на деле это конечно спарклы кремовые яркие спарклы и ну вот было бы клево если это была прям такая палетка я вот смотрю на свочи если вот так это все собрать в одну палетку по-моему было бы шикарно ну вот они выпустили по однушке с другой стороны почему нет купил себе один оттенок который тебе нравится и в принципе радуйся шесть оттенков в линейке стоимость кстати а 35 долларов все увидела но в принципе это пэт для пэта это нормально а вот следующая новинка у нас от анастасии beverly hills и кстати у меня есть ее предыдущая новинка которую мы с вами которую я не включила в это видео это вот такой хайлайтер он мне пришел я мне кажется только раз пользовалась пока еще все в упаковочке лежит потому что я это держу опять же для обзора мне кажется два раза даже я уже пользовалась очень классную упаковку он просто обалденно сделан как такое какое-то пирожное но посмотрите прям тяжеленький такой приятненький и внутри он выглядит вот так как шкатулочка открывается это конечно золото золотое и я к чему это говорю что подумаю купить еще новую их матовую помаду ну и такая будет а-ля вельветовая помада я вот недавно просто попробую опять же помаду от шик с вельветовым финишем я как-то забыла эту формулу и мне так понравилось и что я вот захотела еще от анастасии взять я уже даже выбрала оттенок добавила его в корзину и жду чего-нибудь еще туда докинуть чтобы сделать один заказ так что это эту помаду вы точно у меня увидите на канале я думаю каком-нибудь обзоре про анастасию в общем такой тяжеленький я так дальше посмотрела там у меня в основном будут продукты для губ и вот я еще не сказала что совсем недавно еще у герлен выходит масло для губ и ну масло и масло масло масляное очень много масел для губ выходит можете посмотреть на оттенки но возможно будет какой как будет какая-нибудь интересная формула лишь бы не липкая и для меня еще важно чтобы знаете были какие-то вот спецэффекты из разряда либо был легкий шиммер либо был какой-то супер мега эффект увлажнения либо же какой-то приятный аромат вкус чтобы вот что-то особенное было в этом масле тогда я вижу смысл его покупать даже какого-нибудь люксового бренда чтобы ты вот понимал ради чего ты это берешь потому что на самом деле масло для губ сейчас столько просто я не знаю у всех бюджетных брендов и они вообще ничем не хуже но уж если покупать допустим от герлен масло или от dior то хочется что-то вот особенное там иметь как например у dior вот вышли новые оттенки но вот не знаю как это у герлен получилось не получилось выглядит конечно аппетитно у бренда сифоры выходит скульптор и вот это мне прям надо мне нравится этот серый оттенок вы просто посмотрите на эти оттенки они просто мега холодные мне кажется для многих это может быть находкой лишь бы это не раскупили в первый час потому что такое бывало не раз был там один хайлайтер который я очень сильно хотела но вот как-то я не успела и кстати хайлайтеры тоже у них выходят новые но хайлайтер у меня есть от сифора коллекция не могу сказать что что такое вау может быть конечно они как-то формулы поменяли я не исключаю этого этой вероятности этой возможности но вот скульптор прям я хочу хочу сразу взять два оттенка потеплее и прям максимально похолоднее посмотрите вообще на то какие они и в общем да обязательно по тесте ну и все остальное блеск для губ от гучи например вышел кстати практически закончила макияж нужно будет еще губы доработать но губы я уже на это кадром сделаю потому что говорите и оформлять губы это вообще это еще надо постараться и лучше да я видела упаковки там тоже наверное если покупать то просто ради вот этого оформления не думаю что просто там будет что-то такое супер мега особенно и вот мне что не нравится вот смотришь вроде бы гучи все классно и звездочки знаю ну я понимаю сейчас бантики в моде кстати да это будет тренд этого года но вот звездочки на гучи как вы к этому относитесь это вот как например у исти лаудер была у меня распаковка их блокбастер прошлого года и там тоже оформление такое пони единороги звездочки исти лаудер думаешь как вы сошлись у ланкома выходит тоже помада с вельветом жидкая вельветовая помада я так понимаю софт мат у нее текстура будет 12 часов стойкости в комфорте обещают вам что все будет красиво стойко 3 оттенка очень теплые конечно оттенки но и ланком ланком все про теплое мне понравилось как выглядит сам аппликатор то что маленькая розочка и она именно выбита так что в нее попадает продукт в общем это просто красиво выглядит ну конечно ради этого покупать не стоит еще еще одна помада вышла бренда ланком и кстати ко дню святого валентина нужно было как там не получат сортировать но ничего страшного три оттенка помад прикольно оформление если нравится оттенок оформлением можно просто себя порадовать на день святого валентина а почему бы нет или намекнуть намекнуть своему партнеру чтобы вас порадовал купил вам такую помаду ну вот и все мы с вами обсудили все новинки которые на сегодня запланировала на деле конечно их больше еще столько же можно найти и я вчера нашла пришлось себя как-то ограничить плюс мы закончили уже с вами макияж единственное единственное что это за кадром добавила еще хайлайтера от анастасии мне кажется золото здесь к месту и она не какое-то такое супер очевидное ну и конечно на губах у меня карандашку стеллари в оттенке кубочина плюс а-ля максимайзер от катрис называется только макси it максит а максимайзер от катрис в оттенке 30 безумно нравится это сочетание прям для меня это сейчас прям топчик такой прям прям нравится будет фаворит их тоже скорее всего пишите свои мнения в комментариях спасибо что смотрели это видео до конца до нового скорого встречи всем пока и что это такое торчит если вы думаете что такую прическу я себе запланировал на сегодня нет я как бы закрутилась но опять неудачно как то что то у меня с локонами кудрями вообще никак не вяжется